Здравствуйте! На канале Ахтубинск ТВ время новостей. В эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Школа «Села Удачная» отметила вековой юбилей. В рамках рабочей поездки глава Ахтубинского района Виктор Ведищев посетил это учебное заведение и поздравил его коллектив с юбилеем. Поблагодарил педагогов за нелегкий труд. День гандбола в память о заслуженном тренере СССР Владимире Гладченко. В областном турнире состязались 8 команд, среди которых были юные игроки спортивного клуба «Авиатор». Без Матильды. Нашумевший российский фильм об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды к Шесинской в Ахтубинске не покажут. И обо всем подробнее. Школа «Села Удачная» отметила сразу два юбилея – столетия. Со дня основания – десятилетие переезда в новое здание. Педагогов и учеников поздравил глава Ахтубинского района Виктор Ведищев. В рамках рабочей поездки он также провел встречу с жителями села. Обеспечение питьевой водой, вывоз мусора, получение медицинских услуг – главные темы, которые обсуждались на встрече. Вместе с главой района в самом отдаленном южном селе побывала и наша съемочная группа. Валерия Астафьева продолжит. Маленькая, теплая и такая уютная – так отзываются о своей школе ученики и педагоги. Ровно 10 лет назад учебное заведение переехало в одноэтажное здание, построенное по государственной программе. За десятилетия помещение обжили как родной дом, оборудовали музейный уголок, привлекающий внимание гостей редкими экземплярами старинного крестьянского быта. Но главное достояние школы – тем, кто здесь учится и учит. Сельская школа, она очень отдалена от районного центра, тем более от областного. Но тем не менее, она такая вот наша уютненькая, пусть небольшая, но уютная. Вы сами видите, что комфортно здесь деткам нашим учиться. И самое наше главное достояние – это дети и учителя, которые здесь работают. К теплым поздравлениям глава района приложил денежный сертификат. Еще один конверт от управления образованием. Сам же праздник с приглашением выпускников и друзей школы состоялся на следующий день. А в программе рабочей поездки Виктора Ведищева в Удачное значился еще один важный пункт – встреча с жителями. Она прошла в сельском клубе. Формат общения главы районного муниципалитета с сельчанами предполагает обязательное участие во встрече его профильных замов, а также районных руководителей здравоохранения, образования, полиции. Вопросы водоснабжения и вывоза твердых коммунальных отходов встает сегодня особенно остро. Поэтому на сходе присутствовали представители Министерства ЖКХ Астраханской области и регионального оператора по мусору. Село Удачное является самым отдаленным от Ахтубинских головных водопроводов населенным пунктом. С учетом многочисленных порывов изношенного трубопровода, этим летом именно удаченцы особенно остро столкнулись с проблемой водоснабжения. Чтобы избежать ее в будущем, необходимо заменить два наиболее проблемных участка труб. Изношенные участки будут ремонтироваться в следующем году с привлечением областных финансов и подкураторством регионального Минжика. В теме мусорной вопросов гораздо больше и главный, по какому принципу жители частных домовладений будут оплачивать услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Окончательное решение на уровне руководства региона и компании еще не принято. Но есть понимание, сельчане за услугу должны платить не по уравнительному принципу, а по факту накопления отходов. Например, покупать у компании мешки, стоимость которых сразу входит и услуга по вывозу мусора, в них собранного. Это будет честно. Это ваш мусор. Вы туда положили то, что от вас идет, и вы обязаны запил, взял пакет. Некоторые уже в Астраханском области так делают. Пока нет. Присутствующий на встрече представитель мусорной компании подытожил. Эксперимент стартует в Володарском районе. Если примут эти мешки, опять же, должно целое поселение согласиться с этим. Если работаем мешками, значит работает целое поселение. Итак, один сосед работает с мешками, другой выкидывает. Там будут мешки 50-литровые и 100-литровые. Будет продаваться услуга в мешке. И будут мешки с нашим лейблом. И мы будем забирать только наши мешки, в которых выставляете мусор. Но чтобы вы понимали, чтобы не было всяких спроволочек, чтобы взять этот пакет на полгода, остальное бы на забор кидайте. Виктор Алексеевич, вам про штраф уже уточнен, чтобы дабы не загрязали экологию. Чтобы это было честно. На встрече обсудили блок социальных вопросов, среди которых запланированное строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Его в региональном здраве перенесли с 2018 на 2020 год. И это, считает глава района, необоснованное решение, которое он намерен оспаривать при поддержке жителей села Удачное. Главный врач Ахтубинской районной больницы начала свое выступление с напоминанием. Передвижной флюорограф работает в селах по графику. Благодаря ему своевременно диагностируется туберкулез. В удачном болезни выявлено, однако во многих селах района очаги этого опасного заболевания есть. Ежегодное обследование для всех жителей обязательно. Медицинские учреждения Ахтубинского района сегодня работают в условиях крайнего дефицита врачебных кадров, говорит Елена Шиямова. Ахтубинская районная больница укомплектована врачами лишь наполовину. Свои, когда отучим, они возвращаются в селах. А у нас в селах очень мало кто пришел. Целевики, пожалуйста, школьники, мы готовы, Минздрав готов проучить за бюджет, неплатно. Это идет отдельный конкурс. На сегодняшний день у нас программа по целевому набору в Медакадемию, но только в Астраханскую. Сразу говорю, не в Волгоград, не в Саратов, только в Астраханскую. Она уже работает у нас с 2010 года. И вот только мы сейчас будем хоть по нескольких человек возвращаться. В руководстве больницы рассчитывают, что в ближайшие годы местные молодые специалисты, отучившиеся по целевым направлениям, пополнят ряды медиков. Действует в стране федеральная программа «Семский доктор», предоставляющая молодым медикам, изъявившим желание работать на селе, 1 миллион рублей. Вернулась к вам педиатр. Это просто подарок нам на Южный Куст, что у вас сейчас существует свой педиатр. Сельские медики, работающие в больницах Болхон и Золотухи, хорошо справляются со своими обязанностями, говорит Елена Шаянова. Проблемы у сельчан возникают, когда они решают по собственным соображениям попасть на прием к узким специалистам Ахтулинской районной больницы. И вас призывают очень. Если где экстренно и необходимо, усрочно. Для вас здесь есть врачи, есть фишера, которые будут лично договариваться, чтобы быстро принять вне очереди и насчет места, и насчет какой-то консультации. Есть ситуация острая, а есть плановая. И это решает фельдшер на месте. Он и направляет в случае необходимости пациента к узкому специалисту. В числе вопросов на злобу дня – состояние автотрассы в Молгоград-Астрахань. Представьте себе, идет дождь, идет навстречу поток машин. Асфальт с обочины сливается, все. И почему? Я не знаю, я хотел задать подполковнику вопрос. Гаил контролирует у нас дороги? Гаил. Разметки сейчас вообще нету. Нету у нас. Глава района подтвердил, что этот вопрос неоднократно лично поднимал перед областным правительством. В этом году федеральные средства по госпрограмме в Астраханской области направлены на ремонт дорог в радиусе 60 километров от областного центра. В ближайшее время программа придет и в Ахтубинский район. В этом заверил присутствующий на сходе замминистра. А что с газификацией, поинтересовались удачинцы. Строительство магистрали с юга продолжается, говорит Ведещев. А вот когда она дойдет до Ахтубинского района, придут и хлопоты. Причем для всех. Пример. Есть село Капустинья, и село есть Полога и Займич. И Покровка еще. В Покровке и в село Полога и Займич газ достался больше всех. Парадоксальная ситуация. И Покровке достался еще позже. Там газификация на 85%. В Пологом Займич почти 90%, а в Копяре еле-еле на 70%. Многие сельчане не торопятся подключаться к газу, так как стоимость подключения высокая, доходит до 100 тысяч рублей. С учетом того, что отапливаясь газом до владения тратят в разы меньше, чем углем или дровами, единовременные затраты на доступ к голубому топливу окупятся далеко не за один год. Поэтому каждый для себя будет решение принимать самостоятельно. А вот думаете, или вы дрова, зола, кали, руби, подвози, вывози. Если орифметика, который окупится, не окупится, вы забываете другое. Человек вкладывает свои деньги, чтобы ему было комфортно и красиво и легко. В заключении вернулись к водоснабжению. Сельчане поинтересовались, можно ли за счет районного бюджета отремонтировать летний водопровод в селе. Глава пояснила, что технический водопровод сельские муниципалитеты содержат за счет самообложения жителей. Все бюджетные вложения пойдут на ремонт пришедших в негодность участков центрального трубопровода питьевой воды. Все нормально, живем, дети учатся, часть людей занята. Верблюжка, основное население, на железной дороге работает. Есть фермеры, предприниматели, и основное – это личные подсобные хозяйства. Валерия Астафьева, Виталий Просочкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя стал самым скандальным в России еще до момента выхода в прокат и явился предметом общественного конфликта, который разгорается с ноября 2016 года, а также породил ожесточенную общественную полемику и призывы к запрету фильма. Сегодня мнения разделились. Одни считают, что ничего крамольного в картине нет, другие настаивают, что искажена историческая действительность. В Ахтубинском кинопрокате этой ленты пока нет. А вот что думают по этому поводу ахтубинцы и хотели бы они посмотреть данный фильм, решила выяснить Татьяна Фомина. Завтра скандальный фильм выходит на большой экран, но не везде. Вот и в Ахтубинске «Матильду» прокатят. К самой балерине претензий нет, как и к российскому императору. Говорят, что между ними были романтические отношения. Но вот то, как это представил режиссер-учитель, ни в какие ворота не лезет на большой экран. И подавно. О «Матильде», как о самой скандальной кинокартине, говорят не только в России, но и во всем мире. А если о фильме громко кричат, значит это кому-то нужно. Нужно, вероятно, создателям картины. Еще бы, ее бюджет составляет 25 миллионов долларов, большая часть из которых израсходована на декорации и костюмы. От постановочного масштаба кружится голова. Декорации невообразимо эффектны, операторская работа тщательно и вдохновенно. Не фильм, а подарочный торт на юбилей, говорят те, кто видел фильм в закрытом формате. Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи. Это вы никогда не сможете забыть меня. Россию надо держать. Держать вот так. Больше ждать нельзя. Я люблю тебя. Свадьба и сразу коронация. И я не отступлю. Я надеюсь, мой сын получил от вас все, что хотел. И должен вылезти из-под юбки своей балерины. Никита, мне страшно. Фильм Алексея «Учитель», рассказывающий о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания в 2016-м. И еще находясь в производстве, вызвал волну возмущения в самых разных кругах. Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить картину, оскорбляющую Николая II, причисленного к лику святых. В адрес кинотеатров, собирающихся показать картину, учителя с 26 октября поступают угрозы. Интернет пестрит сообщениями о непристойных выходках религиозных фанатиков, людей, настроенных экстремистским. Составит собственное мнение на шумевшей картине Алексея Учителя Матильда призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после премьерного показа фильма в Москве. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Министерство культуры России исключить Северо-Кавказскую республику из прокатного удостоверения Матильды. Депутат Поклонская уже несколько месяцев требующая запрета картины заявила, что подобные обращения подготовили главы нескольких регионов, Астраханская область, видимо, в их числе. Фильм Матильда Алексея Учителя вызвал очень много споров и обсуждений его содержания, подбора актеров, художественного какого-то исполнения идеи, замысла. И то, что он выходит как раз в период празднования столетия революции и затрагивает именно семью императора, которые впоследствии были причислены к лику святых и являются страстотерпцами, это говорит о том, что мы немножечко должны думать, что мы показываем, что мы смотрим и что мы вообще выставляем на суд нашего зрителя. Действительно, эта история выдуманная, что это больше художественный вымысел, что этот художественный вымысел немножко вводит в заблуждение зрителей, особенно современных зрителей, молодежь, которая, наверное, будет считать, что действительно так оно на самом деле и было, хотя на самом деле, наверное, этого и не было. Это, еще раз повторюсь, художественный вымысел. И вот из морально-этических соображений в своем кинотеатре мы этот фильм не показываем. Компенсация очень хорошая. Это будет фильм «Последний богатырь». Вот по сведениям тех, кто смотрел его на кинорынке в Санкт-Петербурге, который проходил в сентябре месяце, это очень хороший, достойный российский фильм, снят уже по современным, с использованием современных технологий. И мы его показываем больше, ставим сеансов. И как раз период школьных каникул, когда дети могут посмотреть со взрослыми, то есть это фильм для семейного просмотра, и приглашаем всех посмотреть российский прекрасный фильм «Последний богатырь». Любопытно, что пока из-за картины где-то там рвут и мечут в Ахтубинске, многие даже знать не знают ни о самой балерине Матильды, ни о скандальном одноименном фильме, который, возможно, кто-то и посмотрел бы, ну а кто-то проигнорировал. Я бы с удовольствием посмотрел фильм «Матильду», потому что я его никогда не смотрел и узнал бы для себя что-нибудь новое. Ну, хотели бы посмотреть фильм «Матильда»? Нет. Почему? Не знаю, он неизвестный для меня. Неизвестный? Нет. Совсем-совсем? А что-нибудь о царе-императоре Николае II? Знаете? Нет, я по истории не очень, извините. Это старинный фильм, да? Это современный фильм. А, современный? Ну, хороший фильм. Будем смотреть. Кто-нибудь знаете вообще эту историю императора? Нет. Я уже, если даже что знала, уже забыл все. Ну, опять же, это все больше должно ориентировано на востребованность зрителей. Ну, как зрителям-то востребовано, да. Но все ли то, что востребовано зрителям, можно выставлять на большой экран? Вряд ли. Художественные фильмы редко исторически бывают. Всегда что-то придумывают. Мы на это идем, это и хотим красивую жизнь посмотреть, как в сказке. Пашлятина – это же государь. Как можно акцентировать его? Понимаете, этот человек, который для России был замечательный государь. Россия была очень мощная при нем. И он должен был уже Первую мировую войну выиграть, а в это время вот эта революция, это помешало. И это было просто увлечение. А тут вот целый фильм сняли, его спустили куда-то вниз. Понимаете, какая-то страсть, какая-то пошлятина. Это было очень нехорошо. Недаром, мне кажется, такое возмущение у людей вызвано, кто хоть как-то немножко знает об этом. Он всегда думал о народе. Он с солдатами спал на земле, он ел их кашу, он все, все, понимаете, заботился о людях. Это удивительно был государь. И вот так вот эта Матильда вдруг вышла. Это специально сделано, это, понимаете, ну, чтобы опошлить все наше российское. Церковь в лице главных своих спикеров сегодня призывает каждого не оставаться равнодушным ко лжи в случае с Матильдой лжеисторической к ряду пошлых подмен, выдаваемых за истину. Художник имеет право на художественный вымысел, но художественный вымысел и ложь – это разные вещи. Художественный вымысел является драматургическим приемом и, как таковое, усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь – это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий. В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм посмотрел. Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на предпросмотр, но покривить против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог. Годовщина революции – повод к молитве и повиновению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память. Выражаю надежду на то, что в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя. Я думаю, что самый весомый повод, по которому мы имеем право на проявление своего негативного отношения к этому фильму и право комментировать это то, что как мне прискорбно это кино снимается за государственный в том числе счет, соответственно на деньги налогоплательщиков. Как мне кажется, в некоторых наших деятелях искусств, многие из которых воспитаны в советское время, сидит некий парадокс. Они продолжают жить с ощущением, что все им должны, что государство должно и обязано поддерживать культуру и искусство. Я согласен с этим, должно и обязано, но при условии, что культура и искусство, как это было и в советское время, служат интересам государства. Но я очень сомневаюсь, что фильм «Матильда» служит интересам государства. Много шума и ничего. Неужели россияне так и не смогут составить собственного мнения о нашумевшем фильме? Видимо, смогут. Постановщик заявил, что у «Матильды» будет и телевизионная версия. Скандальную картину превратят в мини-сериал и покажут на федеральных каналах. 21 октября в Астрахани прошел спортивный праздник под названием «День гандбола», посвященный памяти заслуженного тренера СССР и Российской Федерации Владимира Гладченко. Астраханский дворец спорта собрал под своей крышей не одно поколение любителей этой прекрасной игры. На гандбольных площадках спорткомплекса прошли финалы сразу двух турниров. Открытого турнира детско-юношеских команд и турнира любительских студенческих команд. Приняли участие в спортивном празднике спортсмены из Волгограда, Саратова, Харабалей, Камызяка, Астрахани и Ахтубинска. Наш город и район представляли юные гандболисты спортивного клуба «Авиатор». Подробности у Владислава Лихваря. Ахтубинцы в Астрахани ждали. Ведь астраханский гандбол поднял на высокий уровень именно Владимир Александрович Гладченко. Сначала в Ахтубинске, затем в регионе, а после и в Союзе. Он же был инициатором создания детско-юношеской команды «Авиатор». В основном в составе сборной «Авиатора» в этом сезоне играют мальчишки из нескольких школ города Ахтубинск, поселка Нижний Баскунчак и Знаменска. И подтягиваются ребята, родители заявления уже написали, из сел Покровка, Успенка, Батаевка, Полога и Займища. В этот раз в турнире играли в основном ребята из поселка Нижний Баскунчак. Мы, конечно, не всех выиграли, но попали в троих лучших команд. С «Астрахани» один интересная была игра, но мы их выиграли с счетом 11-7. Ну что? Да. Ну, давали? Конечно. Игра была сложной, еще не сыгрались, мало тренировались. Тренировок их нет, зал нам не дают. Николай Николаевич пробивается, что мы хотя бы как-то тренировались. И даже не полные тренировки иногда делают, но все равно тренируемся. И все же результатом игры юные гонболисты остались довольны. Вошли в тройку лучших, увидели свои просчеты, поняли, над чем надо работать. Особенно приятен был Ахтубинским гонболистам прием их команды ветеранами гонбола России. Андрей Тюменцев, чемпион мира. Эмилия Турей, серебряный призер чемпионата Олимпийских игр. Александр Горбатиков, бронзовый призер чемпионата. Настраивали их на победу. В начале ноября команда «Авиатор» примет участие в зональном первенстве России, которое состоится в Волгограде. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Завтра на нашем канале программа «Встреча в студии». Разговор пойдет о профориентации, в частности о целевых направлениях в вузы страны. Начало программы в 19 часов. И на сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин